Сегодня в Красноярске стартовали предварительные поединки международного турнира по вольной женской борьбе гран-при Иван Ерыгин. По их результатам должны были определиться спортсмены, претендующие на медали этого престижного соревнования. Главное внимание зрителей приковано к олимпийскому чемпиону Сиднея Адаму Сайтееву. Перед стартовым поединком капитан красноярской сборной Адам Сайтеев заметно волнуется, переживает его тренер и, конечно же, родной брат Бу Вайсар. Еще бы, ведь чемпион Сиднеевской Олимпиады из-за травмы не участвовал в соревнованиях больше трех лет. Возвращение после долгого перерыва всегда бывает тяжелым. Он, в принципе, на 100% по физическому состоянию. Когда в таком возрасте человек выходит на ковер и давно когда не боится, здесь больше психологически играет роль, чем физически. Я думаю, что сегодня он на физически лучше готов, чем все остальные. На радость трем тысячам болельщиков свою первую схватку Адаму соперника из Турции выиграл довольно легко. Эффектными у красноярца получились не только захваты, но и броски. Позже под натиском нашего спортсмена капитулировал другой россиянин Тамерлан Ахмедов. Как не вертелся соперник, вырваться из рук Сайтиева ему не удалось. На КГБ победил заслуженный мастер-спорта олимпийский чемпион Адам Сайтиев. Спасибо. Все не равнодушно к этому относятся, все радуются от души за человека, который вернулся. Сегодня считаем его нашим родным земляком. Поэтому, конечно, неописуемое чувство восторга, что он опять борется и как борется. Посмотрим, что там дальше. Потому что соперники все будут посложнее и посложнее. Случилось то, чего ждали до турнира практически все поклонники борьбы. В финале весит до 74 килограмма. Встретятся два самых титулованных спортсмена. Двухратный чемпион мира Денис Царгуш и олимпийский чемпион Адам Сайтиев. Порадовали своих болельщиков и наши девушки. В весе до 51 килограмма Алена Дашинская в дебютной схватке поборола свою соотечественницу и уже тогда предположила, с кем может сойтись в финале, если же до него, конечно, дойдет. Кто главная ваша соперница в вашем месте? Японка, наверное, скорее всего, будет. В итоге финале россиянка встретится именно с Японкой. Вообще, за три турнира дня на ковер выйдут почти три сотни спортсменов из 19 стран. Он станет одним из самых представительных за последние годы. В списке участников девять борцов, в разное время становившиеся победителями и призерами Олимпийских игр. Добавлю, что международный турнир по вольной женской борьбе Гран-при Иван Ергин завершится в это воскресенье. В 15.30 пройдут финальные поединки, после чего состоится церемония награждения финалистов турнира. Телефон для ваших сообщений 292-55-04. Звоните мне или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин. Афонтово. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok